добрый день уважаемые друзья очередное видео для вас весьма интересно все знают что пчелы идут по наименьшему пути сопротивления как и люди ну чтобы как можно меньше работать как можно быстрее приобрести какие-то средства так и пчелы любят воровать вот я прочитаю статью которая называется один пчеловод делится так и называется как я прекращаю пчелиное воровство в обворовываясь пчелиной семье нарушается нормальная работа гибнет много пчел иногда даже матка без свое время на вмешательство пчеловода семья может сойти на нет зачастую так это и бывает пчелиное воровство как правило возникает безвзяточное сухое особенно ветреное время обычные приемы борьбы с ним сокращение литка до прохода одной-двух пчел намазывание прилетной доски керосином не всегда дают положительные результаты я поступаю следующим образом поздно вечером из гнезда пострадавшей семьи умира убираю все рамки с медом оставляя только рамки с расплодом и пустые гнездо так сильно сокращая что четвертая часть пчел размещается за диафрагмой на другой день пчелы воровки не найдя прежнего запаса меда ослабляют напад пострадавшая же сильно сокращенная семья намного активнее сопротивляется леток я не сокращаю одержу открытым это обеспечивает поступление свежего воздуха и не мешает свободу свободному лету пчел пострадавшую семью стараюсь затенить от солнца после трех четырехдневной выдержки пострадавшая семья пчел приходит в обычный по времени порядок то есть вот такая вот интересная информация давайте еще одну интересную информацию вам прочитаю это другая тема подкормка пчел кукурузной мукой весной 1959 года в гнездах пчел почти не было перги так необходимо для развития семей надо было что-то делать мне к счастью припомнился такой случай как-то весной у мельницы я видел как пчелы садились на выброшенные кукурузные початки и собирали с них мучную пыль долго не раздумывая я взял немного просеянной кукурузной муки рассыпал ее на разосланную гасету пчелы кружились над ней набивая мукой корзиночки на ножках и носили улья в ясный теплый день 23 марта пчелы и 50 семей взяли за день 3 килограмма кукурузной муки развитие семей пошло нормально хотя мука и не является полноценным заменителем перги хочу добавить от себя у нас в америке этот процесс налаженность продаются специальные кормушки куда засыпаются даже видео есть на интернете не тех людей которые живут здесь сша русские украинцы они выставляют работать на главных больших пасеках и я сам даже замечал вот у соседов моего курочки были я так краем глаза смотрю а он кормил там смесь кукурузная мука и ну такая перемеленная была смотрю сосед мне тоже говорит твои пчелы у меня тут что-то возятся в этой так сказать крупе мелкой собирают они на ножки собирают и тащат в гнездо поэтому если вы хотите хорошо чтобы развивались ваши пчелы по весне это играет очень большую роль семья может быть сильной качественной не болезненной потому что хватает будет витаминов вы знаете что по весне у всех витаминов не хватает и у людей и пчел и животных вот поэтому желательно сделать такую поилочку и кормушечку рядом чтобы пчелы когда прилетали пить воду и рядом у них могли бы взять это это сахарной вернее кукурузной муки это очень полезно так сказать прикормочка для пчел еще есть в этом видео будет интересные вопросы и ответы обмен опытом пчеловодный журнал поступили такие вопросы откуда берется пчелиная вошь насколько она опасна смысле заражения других семей как бороться с этим паразитом ну я уже выдавал видео о пчелиную вошь или браула вот там говорилось что от 5 до 10 граммов положить на ночь нефт нафталина ну желательно поменьше вот и нафталин также действует на осыпь клеща поэтому пчелы не если положить до 20 граммов то может и пчелы погибнуть поэтому всегда надо ложить минимальное количество ну пусть осыпется 50 процентов пчел вернее этого клеща и всякой там заразы которая там лазит в этом есть еще клещ в дыхательных органах он еще меньше этого клеща он настолько невидимый микроспический находится в дыхательных органах пчелы поэтому когда этот нафталин он очень сильно влияет на всех клещей и очень хорошо помогает и практически вот прочитаем что тут еще не говорят также можно окуривать дабачный табачным дымом клубы дыма пускают литок из до моря в течение более двух минут затем закрывает улей для проветривания а бумагу саппыш с осыпавшими вшами или клещами убирают со дна и сжигают вот такая вот информация друзья есть еще один вопрос вопрос что кроме голода может заставить слететь семей из улья в середине осени как видите пчелы слетают в середине осени и 60 лет назад и профессор кашковский говорю что пчелы слетают это очень интересный феномен по каким причинам есть разные предположения но здесь вот такое предположение такой ответ слушайте это в одесской области слетели пчелы случае осенних слетов или перелета пчел очень редки так отвечает тем не менее на больших пасеках при недостаточно тщательном досмотре пчеловоды иногда обнаружат опустевшие улья пчелы могут покинуть гнездо при нападении или сильном размножении вредителей вот меньше восковая моль муравьи чаще всего пчелы покидают гнезда при отсутствии в них меда ну а сейчас случается то что даже мед остается а пчел нету разъясните следующий вопрос разъясните причину выбрасывания сотов куколок пчел в середине августа сразу на нескольких соседних пасеках ответ замирание расплода в любой фазе развития яйца личинки куколки наблюдаются главным образом при понижении температуры или прекращении взятка это и другое может быть и может быть даже еще болезненно состояние то есть клещи сейчас настоящее время или на зима этот самый гнилец и все это приводит поражению личинок их выкидают пчелы вопрос как и кем очистить холстину от прополюса ну ответ в практике не принято очищать холстины от прополюса так как пчелы их снова приклеивает по мере загрубления холстины излишний слой прополюса можно снимать стамеской в теплую погоду или в теплом помещении старые холстинки полагается время от времени заменять новыми если вам обязательно хочется очистить холстики то можно прокипятить и отжать его и он станет чище ну я бы еще посоветовал эти холстины сохранять и они годятся для того что если у вас какая-то проблема или экзема на руке или прочее вот прополис является антибиотиком обмотали этой холстиной руку ногу обмотали и сверху примотали подержали так определенное время так стать на ночь к утру антибиотик убивает всех поверхностные бактерии поэтому это очень полезная вещь для того чтобы человек был с чистой кожи читаем дальше почему в начале сентября я обнаружил семье два свищевых маточника и многотрутневого расплода семья имеет матку в возрасте двух лет и несколько рамок печатного открытого расплода ответ вы описываете типичный случай смены пчелами матки которая вследствие болезни или физического повреждения потеряла способность складывать пчелиные яйца это может случиться с матками в любую пору сезона поскольку в сентябре молодые матки не смогут спариваться с трутнями вам нужно было дать в эту семью здоровую запасную матку а больную уничтожить то есть как мы видим я даже наблюдал в этом году у моего друга помогал ему осматривать чел я нашел что матка села круглое лето очень хорошо сплошный расплод сплошной такой хороший а к осени смотрю эта матка стала сеять местами прям горбатый расплод трутни я хотелось ее как говорится убрать но мой друг сказал мне не надо пока осень и че выведется че не выведется матки запасной нету то мы ее оставили то есть это говорит о том что у матки матка была недостаточно а оплодотворена недостаточный запас яиц или она износилась а вот или заболела поэтому она стала откладывать уже чисто трутневые яйца и так друзья если у вас есть вопросы пожелания и вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь жду ваших комментариев записывайте дневничок что вам понравилось или скачивайте и в конце видео вы можете кликнуть на любой квадратик который появится там подобное видео на моем канале до встречи до следующего видео до свидания спасибо за просмотр! Продолжение следует...